здравствуйте друзья приветствую всех хотел бы сейчас прояснить кое-какими моменты по поводу розыгрыша который мы проводим на канале зан онлайн у макса цедейного макс мне позвонил ответственный гражданин поинтересовался насколько правильно мы поступаем разыгрывая священный объект среди подписчиков начать свой ответ я хотел бы вот такой исторической справкой очень интересно есть на самом деле такая очень интересная легенда по поводу того как алтан хан принимал буддизм считается что когда алтан хан пришел в тибет он не просто пошел к самому знаменитому самому сильному лами про который уходит молва он поступил несколько иначе он пришел в монастырь который ему понравился этим монастырем указался монастырь джонан есть такая традиция на самом деле в тибете помимо гилу помимо кгю помимо нима и других прочих существует традиция джонан в этот монастырь он пришел и как говорят в это время в монастыре проходил молебен во время молебна заходит грозный алтан хан окидывает грозным взглядом сидящих молящихся умиротворенных монахов и что вы думаете он сделал достал свой меч и стал носиться по молельному залу размахивая мечом налево и направо говорят монахи были в шоке в ужасе разбегались от него от безумного какого-то монгол монгольского хана который судя по всему решил просто перерубить поубивать всех монахов в монастыре и вот таким вот образом будто выкрашивая траву он доходит примерно до алтарной части ближе к статуе будды и один из монахов почему-то даже не прерывал молитву сидел молился читал продолжал вести молебен и даже глазом не повел как говорится не шелохнулся не вздрогнул не убежал алтан хан подошел к нему ближе и замахнувшись остановил свой меч возле шеи этого монахом алтан хан остановился тогда бросил меч сел возле этого священнослужителя и сказал вот у этого священнослужителей буду принимать буддизм на что монах ему сказал какое божество тебе передать какого сякью сына ты хочешь принять у меня алтан хан ответил какое самое сильное божество монах ему сказал спустись подвал и выбери себе какое тебе больше понравится в подвале в это время трудились бурханчи вот эти вот люди и скульпторы которые делали различные отливали изображение шлифовали их там чистили алтан хан спускается подвальное помещение монастыря и что вы думаете он сделал он достает снова свой меч и начинает все эти изображения калашматить рубить пополам просто уничтожать и говорят в какой-то момент испортив кучу не изображений статуи различных буты бодхисаттв он доходит до изображений шестерукого махакалы и со всей мощи ударов и ударив по этой статуи его меч разлетелся на осколки и тогда довольный алтан хан взял изображение шестерукого махакалы и сказал вот вот этого бурхана я и буду принимать на пошел с этим с этой статуей к вышеупомянутому монаху придя к нему он принял посвящение шестерукого махакалы а священнослужителем оказался йогин джитсун таранатха есть такой очень знаменитый йогин в тибете наверное мы его все знаем он ныне перерождается в монголии под титулом багдо гигиана вот как раз эта статуя принадлежавшая в свое время таранатхи затем алфан хану затем багдо гигиану ныне хранится в как и слышал монастырь ир нидзу она до сих пор там есть и люди которые часто бывают в монголии могут если что посетить и помолиться также хотел бы такую еще притчу рассказать о том как который дал лама часто приводит о том как один монах шел мимо изображения будды на улице стоял изображение будды и в это время шел дождь и он решил укрыть статую будды своей обуви породив такую мотивацию о том что ну как нехорошо дождь дождь идет и статую статую омывает поэтому он смастерил такого своего рода зонт над головой будды и своей обуви и почтительно отклонился ушел когда дождь закончился мимо проходил другой священнослужитель и увидел обувь над головой будды сказал как не хорошо обувь над головой будды взял убрал эту обувь и почтительно ушел и считается то что оба монах монаха таким образом накопили будем заслугу на эту притчу священнослужители дал лама приводит часто для того чтобы показать людям важность мотивации и казалось бы какие-то может быть на первый взгляд неправильные или неугодные вещи которые делаются они всегда делаются с тем чтобы сделать что-то плохое они иногда делаются и для того чтобы сделать что-то хорошее поэтому если мы проводим данный розыгрыш так это дело в том что я думаю нужно поддержать масса цеденова который если вы знаете следите за его деятельностью в недавнее время у него родились две дочери близняшки с чем его еще раз поздравляю он остался без машины каким-то образом без прав и от своей деятельности которую мы все ценим как бы не получает никаких доходов поэтому если вам не нравится формулировка розыгрыш то просто сделайте пожертвование максу цеденову поддержите его в развитии канала и таким образом имейте возможность получить памятную памятный подарок от максу цеденова с благодарностью за поддержку в общем ничего такого в этом плохого нету статуя хоть и заложена но над ней не проведен ритуал арабны поэтому если если есть какие-то сомнения после розыгрыша можете обратиться к своему священнослужителю к своему лами или сходить хурул и попросить прочитать вот этот ритуал арабны то бишь суть которого заключается в том чтобы сущность изображаемого присутствовала в изображении и бывают еще противоположные ритуалы ритуал чок вот когда хурул часто приносят изображение которые уже не нужны на людям либо люди куда-то уезжают далеко они оставляют часто свои изображения домашние алтари из-за невозможности взять их с собой оставляют их у роли над ними проводится ритуал чок то бишь для того чтобы сущность изображаемого покинула изображение а сами изображение затем просто грубо говоря уничтожаются и в этом нет ничего утилизируются в этом нет ничего плохого поэтому здесь по этому поводу не должно быть никаких сомнений и подписывайтесь на канал поддерживайте макса всем удачи порождайте хорошую мотивацию думайте хорош до свидания